Приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. Сегодня весь мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. И поэтому сегодня у нас весь эфир построен вокруг темы космоса. И прямо сейчас у нас очередной потрясающий гость. В Уральском государственном военно-историческом музее в течение нескольких дней пройдут мероприятия, посвященные как раз этому событию. Желающие смогут посетить фотовыставку, мастер-классы, принять участие в викторине. И обо всем об этом мы сейчас поговорим с генеральным директором Уральского государственного военно-исторического музея Андреем Сергеевым. Андрей Валерьевич, доброе утро. Здравствуйте. С праздником. Спасибо, и вас тоже с праздником. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с этим праздником всех. Будем говорить, все человечество. Потому что первый полет человека в космос – это достояние всего человечества. Ну, конечно, конечно. И отрадно, что это был гражданин нашего государства, наш соотечественник. Да, ну, смотрите, мероприятие уже сегодня, да, стартует немало. Поэтому давайте расскажем подробнее о Казах. В музее «Крылатая гвардия» открылась фотовыставка. Что это за выставка, чему посвящена? Фотовыставка посвящена теоретику аэродинамики, космонавтики Циолковскому. Константину Циолковскому. Константину Циолковскому, правильно. Там показаны, что исторические фотографии из его жизни, рассказано о его жизни, о его работах, о том, как он пришел к этой теории, как он двигал космонавтику, как он дал старт вот этому тому, что мы сейчас наблюдаем. То есть это, ну, отцу космонавтики. Сколько там всего представлено фотографий? Ну, порядка 20 фотографий и сопровождается текстом. Эта фотовыставка, она расположена в нашем музее, она уже несколько дней, даже, будем говорить, несколько недель. Висит, висят эти фотографии. Поэтому мы приглашаем посмотреть. Вам лично какая-то фотография особо заметилась, отметилась? Ну, там есть фотография, где Константин Циолковский сидит и размышляет. Вот это мне больше всего нравится. Прям думы видны. Да. Класс. До какого числа выставка работает, как ее можно посмотреть? Да можно посмотреть любое время, приходите в музей и посмотрите, она работает у нас, если мне память не изменяет, до 15 апреля, ну, по необходимости мы можем ее продлить. Ну, вот смотрите, выставка наверняка, вот эта фотовыставка будет интересна людям постарше, а вот для мальчишек и девчонок, для школьников что-то приготовили? А для мальчишек и девчонок у нас существует, отработанных сотрудниками нашего музея, очень хорошая программа, от мечты к звездам называется. Мы ее разрабатывали давно и периодически в день космонавтики мы ее начинаем запускать. Но по необходимости мы можем и по заявкам и позже, и раньше эту выставку, ой, вернее, эту программу. Во-первых, это познавательно-просветительская программа, она рассказывает о космосе, рассказывает о тех, кто был у истока в космосе, кто конструировал, естественно, о космонавтах. Ну и в конце вот этого всего мероприятия познавательного... Парней запускают в космос! Ну, в принципе, да, можно сказать, что запускают в космос, просто создают, показывают, как создать собственный диафильм. А там уже на любую тему, ну, сейчас у нас, естественно, будет космос. Да, ну скажите, а вообще на какой возраст рассчитан? С какого возраста, ребятам? Ну, где-то 5-7-8 лет, вот так. 5-7-8 лет? Да, это вот как раз для детей, которые вот только-только начинают познавать мир, у нее, как говорится, серьезные ипостаси. Они должны знать, что такое космонавтика. Мы знаем, что вы к нам сегодня пришли не с пустыми руками, у вас есть уникальный совершенно экспонат, давайте показывать и рассказывать, что это, как у вас это появилось, главное, очень любопытно. Так, убираем паровоз. Открывайте, показывайте. Так, смотрите, я-то видел уже там вот так. Открывайте. Друзья, это, давайте мы покажем нашим телезрителям. Крым, Артек, 23 сентября 61-го года. Ага, автограф Юрия Алексеевича Гагарина. Андрей, расскажите, как он у вас оказался? Ну, оказался так же, как и множество предметов любого музея, принес человек, который, еще будучи подростком, его зовут Виталий Суриков, был в Артеке. И в 61-м году, когда Юрий Алексеевич посещал Артек, он взял у него этот автограф. В 99-м году он принес этот автограф и сдал в наш музей. То есть отдал, по сути дела, на вечное хранение. Здорово как. И будет он храниться у нас вечно. Будем показывать. Сейчас показываем вам и жителям Екатеринбурга. Ну вот был же я в Артеке, но почему никогда, Гагарин, ты толпал с вас. Действительно, это как-то вот прямо даже волнительно, да, держать автограф Юрия Гагарина. Первого человека. Да, да, да. Так, наслаждайся, пока я с Андреем поговорим. Еще одно мероприятие, рассчитанное на школьный возраст, пройдет в доме музея генерала армии Федюнинского. Это не в Екатеринбурге. Это не в Екатеринбурге. Это где? Это Тугулымский район, деревня Гелева. Так, и что там? Родина Федюнинского, где находится музей, а там проводятся викторины со школьниками местной школы по знанию космоса. Естественно, это не только викторина, это и познавательно-просветительская программа, где будут и рассказывать, и показывать видеоматериалы первого полета в космос. Будет определенное аудиосопровождение, ну, естественно, будет викторина. Но жители Екатеринбурга тоже могут совершенно спокойно туда отправиться? Да, могут отправиться, но там вообще-то далековато. Да, тут Тугулым, конечно, это далеко. Но, тем не менее. Ну, а вообще, какие программы для ребят школьного возраста и в чем музей ваш готовит? Ой, так у нас программ очень много. У нас есть программа, рассказывающая об уральском добровольческом танковом корпусе, о воздушно-десантных войсках. У нас множество передвижных выставок, которые задрагивают и спецназ, и Великую Отечественную войну, и участие наших воинов в Афганистане, про морскую пехоту. То есть мы стараемся как можно больше, шире делать вот этот весь спектр той истории, военной истории, которая касается в первую очередь и Екатеринбурга, Свердловской области, ну, соответственно, России. И сейчас несколько выставок, мы вот, которые передвижны, мы сейчас у нас, как говорят, находятся в проекте и в производстве. Ну, на самом деле, правильно все делать, потому что совсем скоро ведь уже и праздник 9 мая, день Великой Победы. А вообще, вот, Андрей, я хотел спросить у вас вот что. Девчонки приходят к вам? Конечно. Серьезно? Серьезно. Вы знаете, я скажу одну вещь. Когда мы демонстрируем, показываем вооружение, технику, ну, технику определенную, вооружение, спецодежду какую-то, вот когда мы разрешаем фотографироваться, в первую очередь прибегают девчонки. Одевают бродежилеты. Это самое главное, успеть сфотографироваться, естественно. Да, одевают бродежилеты, каски, сферы, берут автомат или винтовку. Ох! Так что... Девчонки, ты боевые на Урале? Очень. Очень. Андрей, а мне вот любопытно, смотрите, вот вам принесли такой прекрасный экспонат. Насколько это вообще возможно и как это сделать, если у кого-то вот дома тоже лежит что-то такое ценное, ну, по крайней мере, на взгляд этого человека какая-то ценная вещь. Как-то можно ее вам передать, показать, оценить? Конечно, конечно. Как это происходит обычно? Ну, обычно человек или приходит сам, или звонит нам и говорит, что вот есть у меня такой-то предмет, пожалуйста, приходите, посмотрим. У нас есть специалисты, которые осмотрят, оценят, дадут четкую историческую оценку, что это значит, насколько оно ценно. И еще, что немаловажно, мы все-таки стараемся объяснить человеку, который приносит, что то, что мы забираем, к нему уже не вернется. Это будет в музее. И если вещь ценно, если она очень дорога, пускай еще раз подумают. Почему? Потому что некоторые люди приносят, а потом говорят, я бы хотел это забрать обратно. Пускай они, насколько она дорога вообще их семье. Потому что в каждой семье все равно есть свой маленький музей, свой раритет, какие-то традиции, они соблюдаются. Все понятно. Еще подержи. Да, подержи, пока успевай, Саша. Я напомню, у нас в гостях был Андрей Сергеев, генеральный директор Уральского государственного военно-исторического музея.